86 работ, сделанные в период с 1956 по 1993 и получившие признание в области фото-журналистики, размещены на третьем этаже художественного музея. Это лучшие кадры фотографов известных региональных печатных изданий и агентств со всего Советского Союза. На снимках можно увидеть уникальные кадры последствий Чернобыльской катастрофы и землетрясения в Армении. Снимки из космоса, парада на Красной площади, демонстрации, фотография Михаила Румянцева, известного клоуна-карандаша и дрессировщика Вальтера Запашного. В экспозиции представлены и кадры латвийского фото-журналиста Вильгельма Михайловского, рассказывающий об осужденном 28-летнем студенте, ожидавшем смертной казни. Работы легенды советской фото-журналистики Владимира Вяткина и снимок баскетболиста, сделанный фотографом Сергеем Преображенским, получившим первый приз в номинации «Спорт» на фестивале World Press Photo. Эта выставка дает возможность посмотреть, что такое была наша советская фото-журналистика. А с другой стороны, каждый год в работе World Press Photo принимают участие лучшие специалисты, редакторы, знаменитые фотографы, критики, редактора крупных агентств. И в результате это еще и такой коллективный портрет мировой фотографии того или иного года, собранный по мнению крупнейших экспертов. И таким образом можно посмотреть, что это была и советская школа, и что такое было международное представление о фото-журналистике с середины второй половины 20-го века. Оценить эту экспозицию сочинцы и гости курорта смогут до середины апреля. А к маю в честь празднования 70-летия Победы в художественном музее будет представлена новая фотосерия архивных кадров времен Второй мировой войны.